Всем привет! Это Дмитрий Аношин. Мы на курсе ведения аналитику данных и инжиниринг данных. И сегодня у нас урок, посвященный концепциям и моделям облачных вычислений. Это, наверное, самый-самый основной урок, в который включается самую важную информацию про клауд-компьютинг. И сегодня мы посмотрим, какие же бывают сервисы моделей и какие бывают варианты облаков. Начнем с того, что Марк Бениф, основатель Salesforce, как-то сказал «This is what our customers are asking for, take them to the next level and free from the bondage of mainframe and client-server software». В общем, в принципе, все знают успех компании Salesforce. То есть это компания, которая предоставляет изначально облачные CRM. То есть они, как и в прошлом уроке говорил, они первые пошли в Enterprise, предлагая свои облачные решения, такую альтернативу к client-сервису софтваре. Когда у вас в компании есть дата-центр, на нем устанавливается CRM-система или еще что-то, они сразу говорят «Ребята, хватит заниматься ерундой, мы берем на себя все, вам только нужно, по сути, работать с бизнес-приложением». В принципе, он говорит «Да». То есть он давно работает в этой индустрии, он общался с клиентами, понимал, что хочет рынок. Ну, они это и построили, то, что хочет рынок. И сам по себе клауд, он появился из-за того, что была такая потребность в рынке. Поэтому и AWS увидел эту возможность, другие компании видели эту возможность. Несколько графиков. Первый – это Cloud Provider Market Share Trend до конца 2020 года. То есть мы видим, что, конечно, Amazon, так как они самые первые начали строить облачные решения, они самые крупные, у них самая большая доля рынка. Да, мы видим, насколько активно стал расти Microsoft. И даже вот недавний отчет, как говорил, да, в Q1 2021 года, там у них ревенью, там очень серьезная ревенью, очень серьезный скачок. Вот. И у Microsoft история простая. То есть все вы знаете, что раньше они раздавали там Windows бесплатно всем, да, там в 90-е годы, Excel, Office, все эти программы, они настолько популярны, то, что люди просто эволюционировали к тому, что, да, у нас уже давно отношения с Microsoft, и Microsoft, Sales-команды стали активно обрабатывать уже клиентов, поменяли стратегию, теперь мы продаем облачные решения. Вот. Следующий – это у нас Google. Google тоже строит их дата-центр, у них есть их решения, вот, но доли у них меньше. Alibaba, да, то есть в азиатском рынке довольно быстро растет. IBM тоже есть на рынке. И Oracle. Oracle тоже активно растет. Даже недавно я видел новости, что акции Oracle выросли благодаря тоже усилиям в облачной инфраструктуре. Еще один график. US Cloud Compute Market Size by Enthuse до 27-го года. То есть мы видим, насколько в индустриях видно, что будет расти. Есть разные индустрии, раскрашены разными цветами, но в целом идея такая, что будет активно продолжаться использование облака во всем мире. Вот. Недавно в Telegram-канале я проводил опрос про облака, да, именно на цели, так как у меня в Telegram-канале российская аудитория, соответственно, я могу спрашивать, да, кто, кто, чего используется. То есть 22% уже более-менее используют Amazon Web Services, но при этом 27% даже не используют и не планируют их использовать. Вот. И есть российские аналоги, там, Яндекс Клауд, Мэйл Клауд. Мэйл Клауд вообще что-то сильно очень остает, про них ни слышно, ни видно. Большая компания Мэйл, не знаю, почему они так активно не развивают свой продукт. Яндекс Клауд потихоньку развивает, но, конечно, в России очень сложно законодательством, как все это сделать, как хранить данные в облаке, кучу-кучу всяких, там, пакет хировой относится к этому, не относится, но, короче, кучу-кучу палок в колеса вставляется государством для того, чтобы активно развиваться. Microsoft Azure менее популярен, вот, Google Cloud платформа популярна. И особенно я знаю, что для решения, там, маркетинговой аналитики очень часто используется BigQuery, потому что есть прямая интеграция с Google Analytics, с Google AdWords, там, легко тянуть данные с Facebook, с YouTube, и, в принципе, BigQuery такой, по сути, стандарт для маркетинговой аналитика в СНГ. Вот, еще раз скажу, да, разница между облаком и традиционным подходом. Традиционный подход, в принципе, мы владеем, прежде всего, мы владеем железом, у нас есть физический доступ к серверам, можем подойти, кнопочку нажать, перезагрузить, да, и если нам нужна дополнительная мощность, то мы не можем просто нажать, мышкой кликнуть, и у нас появилась дополнительная мощность, да, то есть мы ограничены нашими физическими ресурсами, то есть, скорее всего, надо покупать, а чтобы это купить, это, там, planning capacity, purchase ordering, вот эти все процессы сложные, то есть просто так крупной компанией железо не купить. В облаках, да, у нас наоборот, мы железом не владеем, можем добавить легко ресурсы, если железо сломалось, да, если какой-то у нас там сервер вышел из строя, то его моментально можно заменить, это по-простому. Вот некоторые картинки дата-центров, примерно так они выглядят, некоторые там классные, это дата-центры AWS в штатах. Сейчас идут активные эксперименты, особенно у Майкрософта, например, недавно они дата-центры, относительно недавно погружали под воду, да, потому что главная проблема с дата-центрами – это охлаждение. Вы знаете, да, что если мощный компьютер, там нужно кулер все время крутиться, это очень ресурсоемкий, ресурсоемская проблема. Вот, один из вариантов размещать дата-центр где-нибудь на севере, там, в Кренландии, например, в Канаде, в Юконе, вот, и так далее. Вот, другой вариант, да, Майкрософт опустил огромную цистерну, дата-центр, на дно океана, которая охлаждалась. Сейчас, еще недавно я скидал новости про то, что испытывали гель, специальный гель, в котором, да, по сути, все микросхемы, все находится в специальном геле, который охлаждается. Вот, ну, это, так как еще весь мир движется по направлению сокращения выбросов СО2, использование электричества, это, ну, довольно сильно добавляет использование СО2. Соответственно, используется, там, пытается оптимизировать, да, там, дебаты, дата-центр – это хорошо или плохо, да. Некоторые говорят, дата-центр, на самом деле, позволяет экономить энергию, для того, чтобы каждая компания не владела своим дата-центром. Вот, другие говорят, нет, дата-центр – это такая огромная махина, столько энергии потребляют, то есть тут, как бы, за и против. Но все, в принципе, используют дата-центры, облачные вычисления и получают огромный профиль. Основные terms, да, то есть основные элементы облачных вычислений – это у нас compute, это вычисление, да, databases, база данных, storage, хранение и network, да, то есть, по сути, это кубики, из которых можно собрать все, что угодно, абсолютно любое решение, алгоритм, machine learning, artificial intelligence, да, не знаю. Все, в принципе, я знаю, все строится на этих базовых принципах, на этих базовых технологиях. Теперь мы перейдем к cloud service models. Их всего три. Иногда там есть дополнительные какие-то расширения, extension, но на самом деле их всего три. Structural is a service, platform is a service и software is a service. И мы сейчас детально поговорим. Существует диаграмма cloud stack. Вот она здесь черно-белая, да, то есть мы видим, что у нас есть service models, их три. Дальше у нас есть cloud stack, да, то есть есть уровень инфраструктуры, уровень приложения и само приложение, да, и сверху пользователей. И, кстати, кто, да, stack components, кто что делает, да, то есть инфраструктура – это понятно, это у нас и гата-центр, и storage, и firewall, и сети, и сервера. Вот, и applications, так, да, то есть там уже у нас операционная система, приложения, базы данных, мониторинг, у нас какие-то драйвера, там, programming language, ну и application. Application, да, или это приложение, где пользователь логининс начинает использоваться. Вот. А каждый сервис, вот из этих трех, он представляет некий уровень абстракции. И who is responsible, последний, да, мы видим, получается, в зависимости от того, какая у нас сервис модуль, мы понимаем, какую часть, за какую часть мы отвечаем, за какую часть отвечает вендор. Вот. И сейчас мы не говорим про безопасность. Про безопасность будет отдельный урок, кто за что отвечает, и почему это важно. При on-premise, да, все понятно, мы отвечаем за все. Наше это все, и никто нам не поможет. Может быть, вендор, который нам продал лицензию, да, мы можем ему позвонить, сказать, что-то сломалось. Вот. В традиционном дата-центре можно использовать виртуализацию, да. То есть, если мы часто, возникает вопрос, ну, окей, почему Amazon Web Service, почему я не могу просто пойти, там, через дорогу, там, к дяде Колю, у которой есть свой дата-центр, и заплатить ему денежку и пользу его ресурсами. Потому что в прошлом уроке мы говорили про характеристики облачных вычислений. И дата-центр, в котором мы можем арендовать физический центр, да, и будет удаленный доступ, там, и на нем запускать виртуальную машину. Это не то же самое, да. Этот дата-центр не обладает характеристиками облачных вычислений, про которые мы обсуждали в прошлом уроке. Поэтому, то есть, да, это решает главную проблему. Мы аутсорсим железо кому-то, вот, ну, это то же самое, что, по сути, купить сервер и отдать его кому-то на обслуживание. Но это никак не дает нам преимущества клауд-компьютинга. Давайте посмотрим, что такое infrastructure as a service. То есть, все мы знаем документ NIST, вот, в котором есть определение. Короткий документик, все по делу. Да, то есть, давайте прочитаем. То есть, мы пользователю отдаем на управление, да, то есть, создание, сториджа, сетей, and other fundamental computing resources, да, и других, там, вычислительных ресурсов. Да, the consumer is able to deploy and run arbitrary software, which can include operating systems and applications. То есть, да, с помощью чего пользователь получает ресурсы, на которые он может, допускать, операционную систему, да, приложение, самостоятельно все установить и все делать. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure. То есть, пользователь не трогает вообще все, что связано с инфраструктурой. Да, имеется дата-центр, сети, там, настройки, все вот это. Как на железо установить операционную систему. Вот, то есть, ему уже какой-то некий, некий, некая абстракция дана, с которой он работает. But has control over the operating system, storage and deployed applications, да, но у него есть возможность управлять операционной системой, хранением и устанавливать приложения. And possibly limit control on select networking components, host firewalls, for example. Да, ну и дополнительно он может немножко там поиграться с сетями, какие-то настройки, да, из того, что ему предложил вендор. Следующий-то у нас platform as a service. То есть, паз для приложения то же самое, что EaaS для инфраструктуры. Вот, соответственно, здесь есть у нас такой уровень абстракции, который позволяет уже пользователю не идти очень глубоко. The capability provided to the consumer is to deploy onto the cloud infrastructure consumer created or acquired application, created using programming languages, library services and tools supported by the provider. Да, то есть теперь пользователь уже использует облачную инфраструктуру и дополнительно к этому он уже получает абстракцию с приложением, с готовым приложением. Да, самый, самый популярный пример это, это база данных, которая уже установлена на виртуальную машину. Да, в пару кликов мы запустили базу данных, подключились к ней и начали работать. Да, если infrastructure services у нас просто виртуальная машина, где мы можем сами все поставить. Вот, то есть здесь уже пользователь может сам поставить, пользователь уже получает готовую базу данных и работает с ней. The consumer does not manage or control underlying cloud infrastructure, including network service, project system and storage. Да, то есть пользователь вообще не погружается в детали, там, операционная система, патчи, все, что там нужно, какие-то конфигурации, там, сети, сервера, как подключить storage, все вот эти вещи, они все, пользователь убран. Он только занимается тем, что он работает с бизнес-приложением, но, тем не менее, has control over deployed application, possibly configuration settings for the application hosting environment. Но при этом у него есть до сих пор возможность, да, там, контролировать настройки. Например, если мы говорим опять про базу данных, если это у нас по ААС, то, соответственно, пользователь, в зависимости, если он видит, что нагрузка выросла, он должен принять какие-то действия для того, чтобы, например, масштабировать его базу данных. Или, например, делать бэкапы, или какую-то конфигурацию для workload management, и так далее, и тому подобное. То есть часть работы все равно на пользователя. Если мы говорим про решение аналитики, то, мне кажется, platform as a service это самое лучшее, да, то есть это не просто software as a service, коробка приложений, которая работает, да, вот, но это у нас приложение, которое мы можем администрировать, можем его менять, конфигурировать, то есть у нас есть какая-то свобода действия. А если мы говорим про infrastructure as a service, это тоже классно, но уже слишком-слишко много подбижных частей, и становится сложно. Поэтому для меня platform as a service это, конечно, самый оптимальный вариант. И последний это у нас software as a service, SaaS. В общем, что такое у нас SaaS, да, это полноценное приложение в виде сервиса. По определению на сети, capability provided to the consumer is to use the provider's applications running on a cloud infrastructure. Да, то есть приложение, которое работает на облачной инфраструктуре, и мы это приложение даем пользователю, чтобы пользоваться. The applications are accessible from various client devices, through either thin client interface, such as a browser, through a base email or program interface. Пользователь может, например, через браузер, через мобильные приложения, через email или, например, через программный интерфейс API. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure, including network, service, operating system, storage, or even individual application capabilities. Пользователь вообще ни за что тут не отвечает. With the possible exception of limited use specific application configuration settings. Да, пользователь только отвечает за некоторые возможности конфигурации системы приложения. Вот. Я вот нашел такую интересную картинку. Да, раньше, когда только вендоры выходили на рынок, в принципе, каждый из них выбирал, кем они будут и что они представляют. Например, за Amazon Web Services закрепилось, что это Infrastructure as a Service. Microsoft Azure в то же время, он типа Platform as a Service. А что касается Google, то есть у них были их приложения, и Salesforce, у них были их приложения облачные, да, там все знают их, Docs, Spreadsheets, Salesforce CRM системы, да, то есть это была Software as a Service. То есть получается, если мы все упростим, Infrastructure as a Service это у нас виртуальная машина, которую как раз в лабораторной работе прошлого урока мы запускали, это Infrastructure as a Service. То есть мы можем туда установить приложение и можем делать все, что угодно. Платформа as a Service это у нас, например, сервис баз данных, например, Azure SQL или Amazon RTS. Соответственно, это уже мы запускаем такой же процесс, как мы создали виртуальную машину, только на выходе мы получаем готовую базу данных. И у нас есть хост и порт. Вот, мы не можем подключиться к виртуальной машине, да, где есть операционная система, что-то там поменять. Мы можем только работать с самим приложением. И последний слой это у нас Software as a Service. То есть это само приложение, да, Salesforce, Google Spreadsheets, или, например, AWS есть сервис, который называется DynamoDB. То есть это NoSQL база данных, на которую мы... Это просто сервис, которым мы пользуемся. И, соответственно, цена за каждый из сервисов у него свое, собственно, ценообразование. Вот еще одна картинка, да, где кто за что отвечает. То есть, понятно, если у нас on-premise, мы отвечаем за все. Если это Infrastructure as a Service, то мы здесь уже, начиная от установки и выбора операционной системы, там, данные, приложения. Если это Platform as a Service, то мы отвечаем за данные, за приложения. И Software as a Service мы уже ни за что не отвечаем. Даже вот, например, такой момент, как создание бэкапов, как правило, в Platform as a Service мы должны сами настраивать, как часто мы хотим делать бэкапы, что с ними делать, какие-то стэпшоты для баз данных. В Software as a Service это все автоматически. Мы просто работаем. Если что-то где-то там сломалось, мы об этом даже можем и не узнать. Очень часто, для того, чтобы упростить всю эту историю, про сервисы используют такую диаграмму Pizza as a Service. То есть, идея простая, да, мы захотели пиццы. Да, у нас есть традиционный подход. Мы захотели пиццу, значит, нам надо все, начиная от кухни, стола, стульев, до ингредиентов пиццы. Мы за все отвечаем. В случае Infrastructure as a Service мы можем, допустим, у нас все есть необходимое. У нас есть там кухня, где мы будем готовить нашу пиццу, там дрова, печка, вот, даже сода, да, это имеется в виду лимонады. А вендор нам предоставит все необходимое для пиццы. Мы купили готовый набор, они сами с теста не готовят, топинги не резали, сыр не терли, вот, и все, там, сделали пиццу. Следующий это Platform as a Service, да. В данном случае у нас только есть стол и напитки. Остальное все дается вендорам, да. Вот, то есть, при... И последний вариант, у нас Software as a Service, да, то есть у вендора есть абсолютно все. По сути, мы идем в ресторан, где нам уже дают пиццу, мы там кушаем, напьем на пиццу, соответственно, нам не надо потом не убираться, не подготавливать, не накрывать на стол, ничего не надо. Вот, вот такой вот пример. А вот еще одна картинка, которую я нашел, типа, сравнивают плюсы и минусы каждого из сервисов, да, то есть, что касается SaaS, тут все понятно, да, самый главный его минус, это отсутствие контроля. То есть, нам дают приложение, оно сконфигурировано про нас, если нам что-то не хватает, или мы хотим что-то по-другому, у нас нет возможности поменять. Что касается platform-as-a-service, то есть, мы всегда зависимы от вендора, потому что, если, например, мы говорим про какой-нибудь менедж Apache Spark, например, сейчас у Microsoft Synapse у них есть Apache Spark, вот, но там сейчас версия 2.4, хотя уже у Databricks есть версия там 3 с плюсом, и Delta Lake тоже версия другая. Соответственно, так как это PaaS, у нас нет возможности повлиять на это, то есть, мы как бы завязаны на том, что нам дает вендор. Вот, но при этом нам дают много плюсов, да, которые там инженеры Microsoft потратили много времени и сил для того, чтобы сделать очень классный продукт. Да, ну, из-за нас они сконфигурировали, придумали, что нам нужно. И последнее, это Infrastructure as a Service. Здесь, конечно, возникают недостатки с тем, что очень легко, да, запустить виртуальную машину, которая будет торчать в интернет, да, то есть, все, что связано с безопасностью, очень здесь сложно, но зато это самый, там, флексибильный вариант. Если мы хотим настроить что-то под себя, или у нас какие-то есть серьезные требования, тогда, конечно, мы можем использовать Infrastructure as a Service. Теперь, следующий топик, это облачные модели. опять же, картинка из NST, у нас есть Deployment Models снизу, да, потом у нас есть Service Models и Essential Characteristics. про Essential характеристики облака мы говорили в прошлый раз, сейчас мы обсудили Service Models, теперь обсудим Deployment Models. Что это такое и чем они отличаются. Первый, самый популярный, это Public Clouds. Public Clouds, да, согласно NST, это у нас Cloud Infrastructure, is provisioned for open use by the general public. It may be owned, managed and operated by a business academic, a government organization, or some combination of them. Да, то есть, по сути, это сервис, который предоставлен вообще для всех. Он может использоваться там и бизнесом, и говерментом, и университетами, учебными организациями. То есть, конечные потребители, они ничего не знают физического расположения сервиса, то есть, я не могу сходить, потрогать дата-центр, где лежат мои ресурсы. Вот, но у меня есть доступ, через API, через портал, через консоль, через которым я могу управлять, могу запускать новые ресурсы. Да, преимущество здесь у нас очевидно, утилити прайсинг, платим за то, что используем эластичити, да, нужно больше ресурсов. У нас, мы легко масштабировались горизонтально или вертикально. И самое главное, это Core Competency, то есть, поставщики этих услуг, например, AWS, да, они специалисты в том, чтобы сделать там дата-центр, и они, как бы, они знают, что они делают. А мы уже используем эти продукты для того, чтобы решать свои бизнес-задачи. Вот, недостатки здесь другие. Первое, вот у нас нет контроля, что происходит в физической среде в этом дата-центре. Третье, самое главное, и особенно это вот для российского рынка, например, это regulatory issue, да, то есть, то есть, то есть, что же связано с законодательством, где хранить данные, как их, репортить про них, например, если закон, что данные должны храниться на территории РФ, то уже тут, как бы, сложно что-то делать. Вот, limited configuration, да. Вот, но самый популярный пример Public Clouds, все вы знаете, AWS, Azure и GCP. Private Clouds, соответственно, это у нас противовес, например, не знаю, например, у Сбербанка есть облако, скорее всего, это Private Clouds, то есть, когда крупная организация создает для себя дата-центр, у которого есть все эти характеристики Cloud, вот, но, по сути, это их не собственно. Это очень дорого, очень дорого поддерживать, очень дорого сделать, но в связи там с природой данных, с природой бизнес-задач, просто у компании нет другого выбора. Гибридные облака, то есть, это у нас когда микс, да, мы можем Private и Public, то есть, например, компании могут для аналитики использовать публичные сервисы, а для хранения там их операционных данных, клиентских данных, они используют частные, частные свои собственные облака, и между, и настраивать соединение, с помощью гейтовой, с помощью VPN, чтобы все это между собой работало. и Community Clouds, это самый последний вариант, который не такой популярный, да, то есть, Cloud Infrastructure, provisioned for exclusive use by specific community of consumers, for organizational shared concerns. Да, то есть, это, да, создается, по сути, облачный инфраструкт, который нацелен на какую-то конкретную, на какое-то конкретное решение проблем, задач, и служит для конкретного сообщества. Вот, теперь по поводу лабораторной работы для этого урока. Мы продолжим смотреть на AWS, прежде чем мы скачаем клиент AWS, так называемый AWS CLI, через который мы можем управлять AWS консолью. такой же есть у Azure, аналог. там мы можем через PowerShell или через CMD Tool управлять. Дальше мы создадим AWS IAM User для программного доступа, у которого будет ключ и аксесский, и секреткий. Ну, сконфигурируем мы CLI с помощью этого пользователя, для того, чтобы мог подключаться к нашему AWS аккаунту. Вот, и попробуем, например, там загрузить файлик в S3, или скачать файлик, посмотрим, как этот процесс работает. Дальше мы попробуем создать опять веб-сервер на виртуальной машине EC2. По сути, это будет Infrastructure as a Service, потому что мы запустим обычный EC2 instance, такой же маленький T2 micro, но в нем уже подключимся к нему с помощью Sage и создадим веб-сервер. И дальше мы создадим их две штуки, и подключим их к Load Balancer, для того, чтобы показать, что мы можем через Load Balancer подключаться. И если, например, один из веб-серверов выйдет из строя, у нас благодаря Load Balancer, да, то есть, по сути, это как High Level Ability, один из веб-серверов становится рабочим. Также рассмотрим вещи, связанные с деньгами, с бюджетерией, с бюджетерией, то есть, сервисы как AdWords Calculator, на котором мы можем посмотреть стоимость сервисов, да, бюджет, Cost Explorer, Billing и Dashboard, то есть, все вопросы связаны с деньгами, для того, чтобы что-то посчитать на будущее, поставить, сколько это будет стоить, или, например, чтобы посмотреть, какой сервис у нас кушает денежки, мы всегда можем воспользоваться этими сервисами. Также посмотрим на Support Labels, AWS Landing и AWS Quickstart, то есть, эти сервисы, которые позволяют нам уже выбирать готовые решения. И зайдем в Azure и посмотрим, что нам предлагает Azure. Вот. И также хотелось бы обратить внимание на такую вещь, как Infrastructure as a Code. Да, то есть, Infrastructure as a Code это очень классная штука, это по сути тема из мира DevOps, но идея в том, для того, чтобы, если мы хотим создавать нашу инфраструктуру, мы можем кликать мышкой, а можем написать, использовать шаблоны, AWS называет CloudFormation, да, то есть, мы можем создать шаблоны и, например, с помощью там того же самой командной строки или кода мы можем создавать нашу инфраструктуру. Вот. И это такой, как Best Practice, Best Practice уже для таких крутых, серьезных решений, для хороших специалистов, которые разбираются, для того, чтобы не делать рутинную работу, каждый раз там, чтобы кликать, перекликать, когда нам нужно создать новый сервер, новый сервис, мы можем создать шаблон, и этот шаблон уже на программном уровне запускать и выполнить. лабораторную работу. теперь мы можем переходить к лабораторной работе. Сейчас пройдем достаточно быстро. У нас хорошие новости. Нашлись добровольцы, которые задокументируют лабораторную работу на русском языке пошагово по AWS, по Azure, может быть, поезды добровольцы по Google Cloud. Соответственно, вы можете более детально уже проработать, если что-то не получится. Потому что, если я начну рассказывать очень подробно лабы, то это будет очень много времени. Нам нужно двигаться дальше. То есть, мы уже смотрели документ National Institute в стандартных технологиях, и в нем как раз все определения, которые я брал по deployment models, по service models, они все тут находятся. И тут же находятся характеристики клауд-компьютинга. У AWS есть информация, то есть, самая базовая, это самая-самая основная информация, абсолютно везде, абсолютно для всех. Какие бывают computing models, какие бывают deployment models. Здесь еще документ я приложу Cloud Adoption и Nervis Report Business Grow Edition от McAfee. В принципе, в этом отчете, если вам уже интересно, если вы по работе сталкиваетесь с облаками, вам нужно знать рынок. Здесь уже какие-то идеи, там Hawk Companies Benefit. Графики. Немножко устаревшая информация. Но здесь такие вот, особенно хорошо для презентации подходят. В качестве образовательного материала такой white paper не очень полезен. Дальше я хотел показать вам AWS Quick Starts. Что нам дает Quick Starts? Quick Starts нам позволяет выбирать готовые решения. Например, мне нужно установить Tableau Server. В классическом варианте для этого мне надо запустить виртуальную машину C2Instance правильного размера, установить на нее Tableau Server, выбрать Linux, Windows, очень много шагов. А если мне надо сделать несколько, Dev, Prod, Test, то есть 3 раза повторить. Для того, чтобы это не делать, мы используем такой понять как инфраструктуру как код. Это обычная работа DevOps, но тем не менее часто администраторам Tableau Server или Data Engineer им приходится работать. Им приходится да, то есть BI-разработчик ему часто необходимо, как я рассказывал, ему необходимо установить Tableau Server. Здесь у AWS, у Azure, у Google у них есть шаблоны. Это все работает через CloudFormation. Вот у меня даже есть пример. Я открыл CloudFormation. Соответственно, здесь у меня такой простой-таки шаблон, то есть я могу в принципе выбрать любой ресурс, сюда бросить, показать, что с чем связано. И здесь с помощью Джейсона есть шаблон, в котором я могу описывать параметры. То есть на выходе у меня получится документ, который в AWS называется CloudFormation, в котором будут все параметры. И я могу этот документ потом загрузить, то есть я могу выбрать в AWS CloudFormation, есть CloudFormation Service, который мне позволяет создать CloudFormation Stack. Я могу взять готовый шаблон, я могу создать шаблон, или я могу в данном случае template is ready, я могу загрузить или могу выбрать готовый. И там будет последовательность шагов, и моя инфраструктура вся, начиная настройки VPC, Security Groups, все эти вещи, они там все прописаны и последовательно будут созданы. Это, конечно, как я говорил, это очень такой высший пилотаж, по крайней мере для людей, которые работают с данными, я и разработчики, или там, инженеры данных, то есть не часто это используется. Но это такой, лично для меня это такой идеал, к чему я хочу стремиться. То есть я понимаю, как решение делать пальцами дыкать, мышкой кликать, но если я хочу реально что-то сделать классное, если мне позволяет времени, я буду заниматься тем, что стараться делать, чтобы моя инфраструктура была как код. Вот, соответственно, если я нажму на Tableau Server, он мне покажет, да, то есть знакомые диаграммы AWS Cloud, да, то есть это наш аккаунт, здесь у нас есть Virtual Private Cloud, вы уже знаете, что это такое, причем здесь указаны его IP-адреса, есть Public Subnet, да, и в нем будет EC2 Instance, причем мы видим, что это M5, EC2 Instance с Microsoft Windows, который будет, на который будет скачан и установлен Tableau Server. Вот, и мы можем выбрать, есть, например, Standalone архитектура, то есть для классического сервера, или мы можем выбрать Cluster, да, то есть Cluster уже будет включать в себя Load Balancer, будет включать в себя несколько серверов и дополнительно дальше мы будем настраивать, да, то есть мы можем нажать на Deployment Guides, да, ну, подробная информация, то есть это такой partnership между AWS и Tableau, и они стараются, чтобы был эффективен, да, это был пример, что там можно Snowflake, Tableau, все это запустить на облаке AWS, вот, точно такой же у нас есть пример на Azure, на Azure это называется у нас R.O.M., чтобы не соврать, что такое R.O.M., мы сейчас посмотрим R.O.M. template, Azure Resource Manager template, идея абсолютно такая же, просто по-другому называется вот здесь например я использовал Azure Databricks All-in-One template, то есть я могу здесь параметры, которые я ввожу, там названия, вы знаете, что AWS это VPC, Azure это VNet, то есть VNet, Security Groups, да, могу использовать PowerShell, могу использовать командную строку для того, чтобы принц все это делать, и можно делать обратную ситуацию, все ресурсы, которые мы создаем в Azure настраиваем, мы можем запаковать их в шаблон и сохранить его, например, в Git или Azure Devops, чтобы потом использовать. Так, у нас Landing Zones, вот, то есть Landing Zones, это, как я понял, что-то здесь поменялось, я хотел про них рассказать, вот, но в целом есть Solution Library, и мы, например, можем посмотреть, есть ли у них что-нибудь по Business Intelligence, Ничего нету, вот, здесь есть Solution от Data Vrits, да, то есть мы можем запустить это решение, то есть это такие все преднастроенные решения, которые ускоряют нашу разработку, вот, то не хочется разбираться, как там настраивать все, да, то есть вот он запускает все наши ресурсы. Так, теперь давайте вернемся к идее лабораторной работ, которая сказала, я полностью не буду показывать, идея была простая, я хотел запустить два инстанса, два инстанса, и C2 инстанс, пусть будет T2 микро, запущу два инстанса, причем каждый из них будет в разной availability zone, для этого мне надо проверить, что у моей VPC, Virtual Private Cloud, есть, как минимум, две и более availability zones, то есть я могу запустить два инстанса, и на них установим Apache Web Server, дальше я могу создать Load Balancer здесь, если вы никогда не работаете с Load Balancer, то его задача в принципе распределять нагрузку, например, если у нас много пользователей одновременно ломится на одну машину, нам может не хватить мощности у этой машины, для того, чтобы как-то нам дозировать нагрузку на машину, Load Balancer может рандомно отправлять пользователя на две и более машины, распределять нагрузку, также, если у нас пять машин, на которых есть какие-то сервисы, какая-то из них выйдет из строя, остальные будут работать, Load Balancer просто не будет посылать, для конечного пользователя ничего не случится, когда мы создаем Load Balancer, мы можем выбирать Application Load Balancer, который поддерживает HTTPS, раньше был только Classic Load Balancer, который все делал, но сейчас уже он не работает. Появился свежий новый продукт Gateway Load Balancer, который я не использовал. Обычно для кейсов с датой, с аналитикой, с BI, использую Application Load Balancer и обязательно HTTPS. Для этого будет нужен необходимый Digital Certificate, который в принципе сюда надо загружать. Когда мы создаем Load Balancer, мы можем дать ему название, название, прямо пишу My Application Load Balancer. Пусть будет HTTP, потому что у меня нет сервиса. Пусть будет, например, он будет обслуживать три зоны. Пробел ему не понравился. Так, у меня никакой Security нет, потому что я использую HTTP. Могу настроить Security Group, в которой я могу расстраивать Inbound и Outbound Traffic. Здесь не буду. И здесь я могу настраивать Target Group. То есть Routing. Откуда приходит трафик, что с ним происходит. И могу написать. Вот. И теперь в конце я могу, если у меня есть несколько EC2 инстансов, я могу привязать к этому Load Balancer. То есть задача лабораторной работы будет в идеале создать два EC2 инстанса. Дальше мы используем команду SSH, которую я использовал. Команду также использую мой ключ. Я использовал команду SSH. Минус и значит, что я укажу ключ, пользователь и public DNS. И надо обязательно убедиться, что security groups нам позволяет подключаться. Сейчас у меня public access к этому инстансу, поэтому я могу с любой машиной подключаться. И обязательно я выполнял команду. что касается shell, bash, скриптов для работы с данными на самом деле здесь ничего сложного нет. Я обычно обхожусь 15-20 команд, максимум 20. В идеале мне достаточно даже 10. Есть базовые команды такие как cv две точки. Это я могу вернуться обратно. ls она мне показывает папки. Если я напишу ls dash la, он мне покажет уже более детальную информацию. Причем здесь будет настройка безопасности. То же самое что цифрами. То есть это доступ мой доступ, доступ пользователя, доступ администратора или как то это все котируется. Чтобы перейти в какую папку, я могу сказать ec2 и нажать tab и он мне скажет что за папка. Дальше есть команда pwd она нам показывает путь. Очень удобно копировать. Если есть какой-то файлик, если у нас тут чего-нибудь нету, я могу например создать новый файлик команды touch и написать hello cc и сделал ls и у меня появился новый файлик. Я могу его открыть и он пустой. Теперь у нас есть два редактора. Для того, чтобы редактировать файл. Мой любимый это nano hello csv и у меня открывается редактор. Я могу написать hello world. Потом нажимаю command x для того, чтобы сохранить мой файл. Теперь если я нажму cut hello он мне покажет. Стрелками вверх-вниз я могу отматывать команды, которые были. есть еще вим редактор. Он работает немножко по-другому. Здесь для того, чтобы сделать, надо сдать команду. Ну и команда ssh это для того, чтобы мне переключить к другой машине. Часто я могу использовать ping для того, чтобы если мне нужно подключиться к другой машине, я могу посмотреть, могу ли от ней подключаться. В данном случае у меня идет обмен пакетами. Есть на Windows машинах мы часто используем команду telnet. Здесь ее, скорее всего, нет. Она позволяет нам проверять конкретный порт. Но сейчас telnet на Linux нет. еще иногда приходится использовать команды vget. То есть vget это команда, которая может скачивать что-то. Например, я скопирую сюда ссылку, есть ссылка скачать файл, vget, и могу скачать файл, и потом его распаковать. Сейчас мы будем еще несколько команд использовать, и, как правило, Google нам помогает. То есть мы хотим установить веб-сервер. Можно использовать Apache веб-сервер для этого нам нужно выполнить команду sudo yam install. yam это у нас package manager, название пакета это httpd, это у нас Apache веб-сервер. Команда sudo дает нам права администратора на выполнение этой команды. Вот, сейчас у меня пошло, он скачался, 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 дальше я его запустил. Вот, теперь я могу сделать так, чтобы каждый раз при перезагрузке моей машины он автоматически запускался. Вот, соответственно, теперь мы можем попробовать, если мы скопируем ссылку и вставим ее в браузер, посмотреть, что получится. Если что-нибудь получится. нет, пойти в security group, нажать и edit, добавить. Здесь я могу выбрать http и могу указать также все адреса, а могу выбрать какой-то один. Порт 80 мы теперь видим, что у нас тестовая страница загружает. то есть идея с load balancer, что мы можем загружать их два. У нас всегда будет один и тот же адрес, уже не этот DNS, а другой. И если мы отключим, то есть есть различные варианты выполнения лабораторной работы, например, можно сделать более сложно. И мы как раз поговорим с ребятами, кто будет писать лабу, какие варианты есть. Есть, например, LBS и C2 есть, например, вот такой. И он состоит из двух элементов. Если мы посмотрим на диаграмму, здесь есть public subnet и private subnet, то есть это у нас frontend и backend. В качестве frontend у нас будет веб-сервер и в качестве backend у нас будет база данных. Соответственно, здесь рассказывается, как установить базу данных и как запустить веб-сервер. Но здесь не используется load balancer. Но, соответственно, если эту картинку дуплицировать и потом, например, сломать одну базу данных, то другая будет работать. Так, следующее, что я хотел показать, это AWS Billing Management. То есть Billing Management это отвечает за денежки. Сколько чего потратил, сколько сервис. Здесь очень хорошая детализация. Здесь можно создавать алерты. Здесь нам платят, за что мы потратили. То есть у меня, например, видно, что, во-первых, что касается фри-сервиса, сколько я искусь расходовал квоты. Во-вторых, если посмотреть Cost Explorer, то мне откроется дашборд, который сделан на базе QuickSite. Здесь я могу посмотреть, когда и сколько я тратил, и за что. какой сервис. Я могу сказать, что я хочу посмотреть в разрезе сервиса. Мы видим, что обычно это LightSale. У меня Wordpress сайт. Но недавно я еще запускал EasyToInstance, и он тоже чуть-чуть совсем скушил денежку. Вот мне еще такс накинули налоги. Ну, копеечный расход. Здесь также можно есть бюджеты. То есть, мы можем создать бюджет для того, чтобы смотреть, насколько мы в бюджете. когда я работал в Амазоне, одна из моих задач было это прогнозировать, сколько я потрачу на следующий квартал. И у меня был дашборд, который показывал, мы там раз в неделю встречались с командами и смотрели, насколько мы отстаем дашборда, и у каждого был скоринг, насколько хорошо его приказ с тем, что он запросил. Есть еще pricing calculator и Wager есть и WWS. Здесь, например, я могу посмотреть, сколько будет стоить одна нода Redshift самого маленького. Прайсинг модель бывает двух типов. Есть on-demand и есть reserve. On-demand это значит, что мы как бы утилити метрик платим столько, сколько используем, но есть reserve. И reserve нам позволяет использовать например, если мы берем Redshift и мы знаем, что будем использовать вот этот размер в следующий год. Соответственно, скидка будет 40% если мы его зарезервируем на год. Если можно еще зарезервировать на 3 года. Здесь нам покажут, как это посчитали и сколько будет месяц. И так в принципе мы можем накидывать разные решения для того, чтобы получить сумму. То же самое в Azure. То есть мы можем смотреть, какие сервисы нам надо и сколько будет стоить это. Нужно понимать, какой сервис, для чего и за хранение данных мы тоже платим. Также у них тут можно посмотреть по сценариям. Сразу мы идем сверху есть сценарий по Advanced Analytics и BigDate, когда мы используем Data Lake Storage, Data Factory, Data Bricks и он нам уже тут предлагает разные варианты, разные сервисы. И мы можем все конфигурировать для того, чтобы если мы планируем использовать облако, то есть мы можем примерно прикинуть сколько денег это будет стоить. Это очень важно. С точки зрения суппорта все вендоры предлагают суппорт. У облачного не исключение. И здесь у AWS есть девелопер. Мы платим чуть-чуть в месяц, но за счет этого нам что-то дают. Есть бизнес и интерпрайз. Так как я работал в Amazon и Microsoft у меня всегда такой enterprise топовый суппорт. Но по опыту от суппорта очень долго задача простая. Есть разные слои суппорта. Как с любым вендором задача простая. Вам пришлют ссылку к решению. Если что-то сложное это займет время. Единственный плюс если какой-нибудь баг то суппорт его найдет. У них есть ресурс чтобы его пофиксить. Или feature request. про cloud formation мы посмотрели и напоследок посмотрим по Microsoft есть cloud service models то же самое на видео рассказывает примерно ту же самую информацию. Сейчас у меня есть подписка на Microsoft Azure теперь можно тут полазить посмотреть. первое с чего все начинается это с ресурс группы. Я могу создать новую ресурс группу и могу написать data learn могу выбрать регион например канада я создал. Ресурсная группа нужна для того чтобы создавать ресурсы. ресурс сейчас мне нет ресурсов но я например могу создать новый ресурс и могу выбрать все что захочу могу да он еще подсовывает third party могу выбрать базу данных Azure SQL причем сейчас он ее с marketplace то есть у каждого провайдера то это AWS marketplace Salesforce marketplace или Azure marketplace есть место да то есть как раньше была газета из рук руки есть продавцы и покупатели вот соответственно здесь продавцы могут продавать все решение вы можете создать свое решение и запаковать его в AWS если мне например нужно по аналитике решения я могу найти готового вендора есть SQL сервер могу например посмотреть Dremio недавно у нас был вебинар вот мы видим что есть Dremio соответственно я могу его здесь купить одно из преимуществ что если мы покупаем через marketplace соответственно нам не надо там с вендором никакие контракты оплатить лицензии оплатим за то что мы используем у нас есть почасовая оплата соответственно мы можем начать и использовать мы можем выбрать какую мощность необходим и всегда можем потом вверх или вниз пойти здесь все написано вот у Azure тоже есть marketplace соответственно если я хочу создать виртуальную машину нажимаю здесь добавить виртуальную машину все то же самое как EC2 выбираю свою ресурсную группу могу дать имя могу выбрать операционную систему дальше я могу диск SSD HDD размер его про networking я могу использовать виртуальную сеть которая для меня то ли создастся то ли создалась потому что я не создавал могу сабнет паблик IP и все эти вещи то есть это у нас Infrastructure the Service если я пойду в Azure SQL и захочу создать Azure SQL и он мне уже предлагает какие-то варианты например я хочу Single Database это уже будет Path потому что по сути внутри это будет и виртуальная машина и операционная система и на ней уже предустановлен SQL Server здесь я могу ввести базу данных тоже ресурсную группу и создать мой ресурс и когда я его создам я могу к нему подключиться что касается Software as a Service то что есть DynamoDB это NoSQL база данных который тоже относится к разряду NoSQL Database Database соответственно здесь он сразу нам предлагает Create Table когда мы создаем таблицу там мы вводим таблицу Partitions и все нам не надо вообще делать ничего и нам не надо создавать бэкапы потому что AWS это берет на себя на этом все на следующем уроке мы посмотрим Cloud Security и постараемся добавить хороший куториал по лабораторной работе где вы уже можете почувствовать и попробовать свои силы в создании облачных решений ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА